Прямой эфир и начинаем смотреть вторую карту матча ДиКей. Витти Гейминг, счёт 1-0 в пользу ДК. Первая игра, в принципе, без особых проблем была выиграна, потому что, ну, не было там какого-то там, я не знаю, какой-то особой рубки, ну, по крайней мере... Ну, на самом деле, да, практически без каких-то серьёзных последствий для себя смогли ДК эту игру завершить. Без особого сопротивления, скажем. Да, 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 ну, типа, они спокойненько играли, спокойно фармили, спокойно убивали героев, то есть... Была куча ошибок, которые никак не повлияли на игру, и в итоге, ну, окей. Да, 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 да. Типа, такое. Посмотрим, смогут ли пособираться сейчас Витти Гейминг, смогут ли они вернуться в игру. Мы вам напомним, что сразу после этого матча нас ждёт последняя игра сегодняшнего дня. В Беста 3 матча сыграют на ВИЕГ. Игра на вылет. Угу. Так что сегодня мы ещё увидим минимум три карты. Максимум мы увидим с вами много карт, скажем так. Потому что, может быть, здесь ещё будет две. И... Ну, ладно. Вообще, нам ещё это надо досмотреть. Мало ли, вдруг сейчас Витти Гейминг устроит какой-нибудь лютый камбэк. Один-один, и потом два-один перевернут. Я же говорю, да, потом ещё три карты на ВИЕГа, так что мы можем теоретически ещё целых пять карт с вами посмотреть. Да, да, поэтому пока забегать наберёть не стоит. И закончится это всё часов через много. Так, ну что ж. Ну, во-первых, я хочу обратить внимание зрителей на второй бан команды ВИЧи Гейминг. А что там у них не так? Они забаняли Акса. А-а-а! Акса! Вот это, кстати, любопытно. Да, это очень даже любопытно. Ну, действительно интересно. Вот такие баны необычные, причём вторым баном. Ладно, если бы он где-то во второй части появился, то ок. Это типа какой-то план. Это перебор. Или вот я не знаю, вот почему вообще где-либо должен быть в бане Акс? Вот с чем это связано? То есть у тебя какой-то план? Да, какой-то должен быть план, определённо. Просто так это ничего, батиться не будет. Бессмысленно, да, согласен. Абсолютно бессмысленно банить Акса. Просто так. Так что давайте дождёмся, почему же Акс в бане. Сразу таки не скажешь на вскидку. Ну, да, погоди. Акс, 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 Акс. Кому же он мешает? Да, в принципе, это никому он не мешает. Герой, который типа там что-то связан. Дазл мешает? Мешает. Но неужели стоит ради Дазла вот так вот распинаться? Да не... Ну, блин. Короче, я не знаю. Это какой-то бред, если честно. Я не совсем понимаю происходящее. Минус Кунка. Тоже необычный бан. Ну, хотя ДК любят Кунку. Они частенько берут. Да, брали. Мы не раз видели, как Муши отыгрывал. Я только что поднимался в Плеерс Лаунж. Там все обсуждают игру Муши. Да, было дело. И вопросы, стоит ли перед игрой именно залипать. То есть сделать вот это, как англичане говорят, short nap. Не знаю даже, есть ли аналог. Короче, покемарить. Покемарить это называется. Да, стоит ли покемарить. То есть, когда ты толком не высыпаешься, а ты просто тебя глючит. Или стоит лучше, не знаю, выпить Red Bull'а или кофе и подержать себя в тонусе уже до игры. Ну, вот и сошлись на том, что, наверное, лучше все-таки выпить Red Bull'чика. Которого здесь, кстати, вот просто... Просто навалом. Можно там весь холодильник просто вскрывать и напиваться до отвала. Red Bull является одним из спонсоров турнира. Так что... Кстати, выложили сейчас фоточку в интернете, где Excalibur. Первый раз в жизни попробовал Red Bull. Да ладно! Да, да, и тут там тоже спрашивает... То же самое спросил Мали. Во! Типа, как это вообще возможно, что первый раз в жизни? Я не знаю, не верю. Просто не верю, как сказал бы Станиславский. Ну да. Ну что ж. Ребятушки. Что ж так долго-то? Инвокер в бане, четвертый бан команды Вичи Гейминг. Ждем мы, что придумает сейчас Вичи. Что они будут... Это был No Tail. Я не знаю, слышали вы или нет. Но отрыжка у него просто царская. Залетела тут прям... Прям на печень. Да, действительно. Просто то, что говорится, от души вот так. Особо не скрывай так. Не, ну самое главное, так он извинился в конце игры. Ребят, извините. Я специально. Или не специально. Извините, что так тихо. Да, извините, что так тихо. Не хотел. Так, ну слушай. Бетрайдер Дазл. Хорошо. Минус ли он? Я не знаю, вот что такое... Что-то Вичи Гейминг задумали или они просто банят... У них реально, походу, есть какой-то нереально лютый план. Походу, нету. Походу, они просто банят что-нибудь и все. Сейчас посмотрим. А бы банить просто. На, ляп, тяп. И все, поехали. Кстати, может и такое быть, действительно. Какая разница, типа, ну забаним то. Ну и что? Всем все равно пофиг, да? Никто нас уже не смотрит. Четыре часа ночи или сколько там в Киеве? Сколько там в Киеве? Да, четыре. Без десяти четыре. А еще Na'Vi играть должны. Na'Vi немножко, кстати, побесились. Потому что была пауза довольно большая, связанная с Fudge Wars и так далее. Потому что EG гораздо затягивается еще больше и больше. Ну да, да. Они с Самбо утра играли. Хотя в этой ситуации EG хуже. Потому что у EG пауза больше. И они здесь вот пришли на пол восьмого, считай. Ну они целый день, короче. Да, и целый день тут они маринуются, маринуются, маринуются. Там PPD еще комментирует там матчи. Не, ну я только что подошел, PPD покомментировал. И сейчас вот уже сидит там и изучает игру, игры Na'Vi в группе. Там что-то они там изучают. Придумают клички PPD, там команда Na'Vi в полном составе. Расшифровывают его никнейм. Как его там можно расшифровать? Ну нет, в принципе, с собой много есть того, как можно расшифровать ник. Но суть в том, что EG маринованные. И вот учитывая, что игра там начнется, например, ну не раньше 7-и, это точно. У них пауза между матчами будет очень-очень большой. Ну это всегда неприятный такой момент. Да, ну это на руку, наверное, все-таки Na'Vi. Короче, на арене против Мага с Элекстразой и Пиробластом. Это вообще что за фигня? Ну это днище. Нет, ты понимаешь, на арене Маг, если рандомит Элекстразу и Пиробласт, это все, это забей. Ну подожди, ну ты проиграл? Понятно, что проиграл, любой проиграл. Я уверен, что у чувака уже 18-я победа подряд где-то. Боже. Я только что зашел тоже там вот наверху, там тоже были разборки. Ребята друг другу доказывали, кто прав, кто не прав. В Хардстоуне. Это было очень весело смотреть, как хвост просто... А хвост уже, кстати, не 10-й, уже не 9-й ранг, уже опять 10-й. Уже опять 10-й, но все нормально, все нормально. Все нормально, все нормально. Я спокойно. У хвоста сегодня горы такие, вверх-вниз, вверх-вниз. Смотрите, еще чуть-чуть, и от матча с EG до 12-го доберусь, так что... Посмотрим, как там у хвоста пойдет. Так, ну ладно. Earth Shaker и... Earth Shaker. Снайпера не хватает только. Да, ну вот... Бримастера забирает ДК, ну и давайте. Суперплан команды Вичи Гейминг. Я верю, что у вас он есть. Луна, может, какая-нибудь? Луна? Угу. Не, Луна это, кстати, хорошо. Ну, вообще герой прикольный, под Даззла хорошо подходит. Там какая-нибудь Луна с Момом в стиле Этернал Энви. Формит быстро, бьет быстро. Не, Луна это в натуре хорошо, я скажу. Под Шалу Грейвом, ну, нарезает очень нехило. Угу. Посмотрим. 5 секунд. Угу. Он подзадумался немного сейчас Ротыка. Всего 15 секунд у него остаётся. Да, и что будет брать? И будет ли брать что-то? Будет ли что-либо он брать? Или нет? Будет ли он брать Луну? Луну? Это Алхимик. В МИД я так подозреваю. Что? Вот именно что? Я тоже немного не понял, почему именно Алхимик. Давненько мы не видели этого персонажа. Ну, по-прежнему не понятен этот бан Акса. Не, ну ладно, понятен. Даззл, даззл, даззл. Хорошо. Пусть будет даззл. Типа что Акс банился именно против него. Да, вот прям интересно. Бан отправляется, отправляется ща штоп. Пятый бан команды ДиКейт Аморф. И ждем пятый бан от команды ДиКейт. Ну и моментальный бан, кстати, Фуриона. Вот это очень любопытно. Это типа фармящий Дум, значит, будет, да? Ром еще и подмаши Ду Демон. Бримастер в Миде, например. И Nature's Profit должен был быть в сложной. Ну, не знаю, не думаю, что... Мечтеподобное мы бы увидели от команды ДК. Но всякое бывает. И так. Оффлейн. Вариантов миллиард, потому что оффлейнеров... Вот только Фуриона сейчас забанили. Все остальные герои. Всякие Клакверки, Никсы, Кентавры, Тайтхантеры. Это все доступно. И Энигма у нас появляется. Ну, вот Энигма это такое. Меня больше интересует конкретно то, что будет сделано. Меня интересует вот как раз... Не с упортом, а мейнкерри команды Вичи Гейминг. Очень сильно интересует. Или сейчас какого-нибудь Лича в мид вообще возьмут, а Алхимик пойдет фармить. Да, возьмут, возьмут. Слушай, меньше десяти секунд осталось уже. Ну-ка, три... Лондруид. Ну, я вообще сейчас потерялся, если честно. Это, знаешь, это вот пик года полтора назад примерно был бы весьма-весьма актуальный. Но вот сейчас я даже не знаю. Я не могу подобрать правильных слов для того, чтобы описать, насколько я удивлен подобными героями. В частности, вот Шейкер, Алхимик и Лондруид. Ладно, если Шейкер, еще бог с ним. Он действительно полезный товарищ, порой бывает. То вот Алхимик и Лондруид, это весьма ситуативные пацанята. Причем это действительно Алхимик в мид. И Сайлор будет фармить на Лондруиде. Мы посмотрим. Муши забирают нас по Тму. Айсайсайс будет играть на Думе. И Бёрнинг, я так понимаю, будет фармить на Бремастере. Ну что? Начинается у нас вторая карта. Возможно, последняя карта в этом финале. Вртус Про? Вртус Про. Вртус Про? Вртус Про. Я соскучился за Вртус Про. Ну что, скоро уже? В финале Венеров. Хочу, чтобы Вртус Про ворвались. Скоро уже у нас будут Вртус Про. Да-да-да, но чуть-чуть еще осталось. Вртус Про, кстати, сегодня сыграли против NextKZ. Я вот еще вспомнил про Вртус Про, потому что в перерыве как раз-таки смотрел их табличку, вот, финальную их матчей сегодняшних, там, против NextKZ. Они выиграли там дважды. Потом вспомнил про них. И понял, что очень созвучные слова. Финал Венеров и финал Вртус Про. Бывает, бывает. Итак, Ротк играет на Снабетрайдере. Где эти типы берут вообще такие шмотки? Ты мне можешь объяснить? Не знаю. Вот меч у Дума, я его просто впервые вижу, на самом деле. О, это китайцы. Это же Ice Ice Ice. Ты же понимаешь, что Ice 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 по шмоткам, ты же даже близко с ним выиграешься. Вот, да-да-да-да, то есть, друзья, вот, чтобы вы понимали, Ice, он действительно, он настолько... Он задрот такой. ...настолько лютый, что вот я просто, не знаю, школьник по сравнению с этим товарищем. У него реально, я не знаю, откуда он берет все эти вещи. У него там акс какой-то лютый, на тысячу долларов одет. Короче, это Ice Ice Ice. Это Ice Ice, это что-то с чем-то. Ну что, давайте смотреть все-таки, что же придумали Вичи. У них соло-алхимик, или все-таки это соло-сайлор. Нет, сайлор должен идти в легкую, да. Ну, Финрир Файт 2 саппорта. Ротики на Бэтрайдере. Слушай, тут у ребят из Вичи Гейминг, у Шейкера есть шмоточки, да, с сета ЕГЭ. И Evil Genius из Games Watched 2. Это случайно не те матчи, которые в ЕГЭ тут против Evil Genius скатали. Я не с ним одну игру здесь играл. Блин. Так что это такое. Так, ну ладно, у нас здесь чем занимается. Медведь у нас стоит, кстати, в оффлейне, или... Не-не-не, Медведь просто помогает сейчас Бэтрайдеру уводить крипов. Да, и неплохо получается, кстати. Медведь его потом вернет. А снизу, кстати, нападает на Айс Айса. Проклятся. Финринс ДД, это должен быть фраг, да. Это по-любому фраг. Очень больно здесь Айсу. И фраг забирает, кстати, Шейкер. Ну что ж, у Шейкера сразу появляется тапок какой-нибудь. Должен выпить сейчас ману. Ну да, конечно же. Пей ману. И сейчас тапочкам будет веселее сразу же здесь на линии стояться ему однозначно. Да, он и пулить сможет побыстрее перемещаться, возможно, между линиями чуть шустрее. В общем, серьезный буст для ЕСа, а Супер в Миде чуть не погиб уже. Ну тут Бёрнинг тоже забежал у него просто с первого удара на сразу. Я слышу просто. Просто дает жару там уже. Товарищ Ноутейл, который сидит здесь и просто... А мне интересно, хоть кого-то кроме Ноутейла вообще на этом турнире слышно? Ну еще иногда... Нет. Китайцы орали, сами ВИЧи, но они еще спилят. Они заняты немного. Они немного заняты. Они там в кабинках, кстати, тоже орут. Орут всегда абсолютно. И неважно, есть там повод орать, нет. Они просто орут. Такова у них вот... В команде атмосфера, но поорать всегда весело. Бурнинг. Бурнинг. 9-5. Зупер 1-0. Бёрнинг Мидим принес себе банку. Пообузить ее. Все будет хорошо. Супер Абанки пока нету. Она убежала домой. Медленно-медленно все-таки бежит. И смотрите. На-на-на. Кура еле-еле шевелится. И пойдет. Вот тут. Ну это такое. А, кстати, Медведь по-прежнему остается здесь. С Бэтрайдером. То есть контроль от Даллара ТК у нас снизу Сайдер. Ему Медведь, в принципе, нафиг не нужен. Ну типа да. Он стоит себе фармит спокойно. А Бэтрайдер в это время уводит крипов. Он сам как бы не рискует своей шкурой. А просто благодаря Мишке вводит крипов. На самом деле очень прикольный такой абуз получается у команды ДК. Да. Смотри, просто этот Медведь постоянно бегает. Он хует. Наверное, что бить он не может. Он просто бегает. Да он просто впитывает демодж и просто уводит за собой крипов. Давай Бэтрайдеру хоть какой-то экспириенс. Так вот. Там на нижней линии у нас Айсайсайс в инвизе. Просто старается получать опыт. Опытом у него, кстати, с опытом есть небольшие проблемы. Он только второго уровня. Ну вот сейчас подкушивает крипов потихоньку. F.I. неплохо себя чувствует на самом-то деле. Так тут, кстати, намечается чемпионат фармрестлингу. Чемпионат The Summit по фармрестлингу. Да, да, да. В нем явно будет участвовать Хани, будет участвовать Корок. Из Na'Vi US будет участвовать менеджер команды Na'Vi. Разок. Так что думаю, видео будет. Может даже в стриме это будет. Воу-воу. А там же есть камера на улице. Точняк. Да, да, может быть. Может быть. Камера на бассейн же есть. Ну вот, алхимик. Минус бремастер, алхимик в миде. Соло алхимик. Через тан и тучку. Ну тут Ассайс должен убивать супера. Да ладно. Да ладно, разве не забей! Эй, один удар! Ай, ну боже мой, ну алхимик ты такой упоротый. Ну у тебя же лучшая анимация. Просто подойди, дай ему в табло подачу. О мой бог. Если бы здесь он еще выжил, это было бы просто настолько фантастически. Ну да, шанс то, что он выживет, конечно же, был. Там можно долго спорить над тем, успел ли он провести анимацию или не успел. Но, в принципе, все закон... Я думаю, вы слышите реакцию Нотейла тут. Просто бешеный Нотейл тут взрывает абсолютно, как всегда. Смотри, у нас опять погибает бёрнинг в миде. И опять соло алхимик. Ну в этот раз не особо соло, в этот раз ему еще шейкер немного помог. Ну вот тычечка уже, вот все, наконец есть тычечка. У супера 3-1 на пятой минуте. Это плохо. Это слишком дофига, скажу я вам, да, у супера. Мне интересно, что он будет собирать. Медведь снизу у нас нафармил тем временем фейзы. И вообще все очень хорошо, ты знаешь, у команды Вичи Гейминг поначалу. Слушай, там сейчас еще будут убивать Айс Айс Айс. Обходит его сзади сейчас Фуай, обходит также Финриер. Это минус Айс Айс Айс. Классно, закрыли. Ну и Айс тут медведя мог забрать. Ой, да ты что, Сайлор, да какой жесткий. Айс Айс Айс, слушай, слушай, там вышка хорошо переагрилась. Айс тут выживает, у него хороший реген. Айс, 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 Финрира, добей, Бёрнинг прибежал, Финрира должен добить, добил Финрира. Дальше, за фаем погоня, Бёрнинг сейчас будет еще диплэп. Влочит, влочит, Айс Айс Айс, свои иллюзии. Сейчас Фуайя, и через три секунды будет клэп у Бёрнинга. Стан есть у Фуайя. Нет. Вадим, я. Корни по Айсу прошли. Слушай, вот реген, конечно, очень сильно тут подсэвил Айс Айс Айса. Но этих два фрага было, это неплохо так. Казалось бы, все, там Айс Айс Ухалэп. Да, я тоже думал, что сейчас будет беда, но вот Шейкер там, ой-ой-ой, там на топе, смотри, на топе убивают РТК. Еще никто никого не убивает, лететь! Рыбовый герой, фактически. Рыбовый герой, какие-то не отпускают. Ис 4-1 счет превращается в что, правильно? В 4-4. Все верно. Вот и трэджеди, вот и трэджеди. Вот так вот, хвост бы лучше сыграл. Так, ну что ж, Сайлор уже с медведем снизу, ну, в принципе, в прошлый раз уже тоже был у нас 10 медвей. Сайлор 33 на 8, понятное дело, топовый криптстарт на данный момент на карте. 23 на 14 у Муши наверху, 25 на 1. Энигма, у нас в игре есть Энигма. Да ладно, кстати, да? Она реально есть? У нас действительно есть Энигма, тут это не шутки. Так, супер, уводит Эйншент, будет делать многоспаун. Ну, и руна. Бернинг, получает стан. И Энигма шла уже сейвить Бернинга, но драки никакой здесь не было. На хаста снизу заберет Айсайсайз ее и побежал сразу в чужие леса, видит Венрира, можно поджигать, убивать, но не веришься. Скорее всего, даже его не заметил. Возможно, не заметил. Тут у нас Бэтрайдер сейчас фармит свои многоспауны, и рядышком Айсайсайз будет получать сейчас опыт. У него, кстати, есть Деваур, он может скушать Кентавра, например. И убить. Он поджигает мистера Бэтрайдера, и Бэтрайдер поджигает мистера Айсайсайса. Что это происходит? Это бот играет, или что? Не могу понять. Это что за херня у нас на Семи Протокол? Да вообще забей! Что это за мрак? Я уже жду очередную реакцию от Нотейла. Я не знаю, это... Это просто какой-то мракобесий. Не, ну тут... Вот. Это было то самое, друзья. Чтобы вы понимали. Не, ну это какой-то Лоло вообще. Я не понимаю, что он делает. Ну ладно. Ладно, действительно ладно. Так, у нас на ботами в это время забирают вышку. Сайлар трансформируется. Тавр забирает, но тут пока есть... Есть пока там в диффенсе немножечко стоит еще Роти Кей. Ну а здесь, здесь в диффенсе стоит Айс, которого прокляли. Айс, который забирает себе Мидас. Айс, который сейчас корни получит в табло и... Муши там, кстати, уничтожил Тавра. Здесь Айсайс идет динайть его. Медведя сейчас убьет. Нет, Медведя он не убьет. Хотя, может, убьет. Медведя забираю, да. Это минус Мишка. Медведя забейте! Хорош! Сайл, а просто не реально же... Причем, друзья, нельзя это недооценивать, потому что за Медведя опыта дают так же, как за Героя. Да. И денег дают огромное количество. Так что вот эти два динайя Медведя, они нереально царские. Айсайсайс, корни проходят, там еще дерево. Айс отсюда просто не сможет выбраться, но у него есть тангусик, он привязает себе проход. Слишком много урона или же нет от яда умирает Дазловского Айсайсайс. Это 6-5, продолжает танц... Нам надо туда повесить микрофон вот этот, он туда, к сожалению... Он, конечно, туда не это... Он, конечно, туда не достает наш микрофон. Ждите очередное видео на Ютубе. Так, ну что, смотрим дальше. Да, там у Тейл в шоке с фиссурой, я слышу он там... Что за... что вообще происходит? Да, что вообще происходит, что это за фиссуры нереальные какие-то. Пишут, вичи раскликались в фифу тут нам в чате и начали, начали жарить. Но пока тут, ребят, не вичи раскликались, тут просто какой-то трэш вообще происходит. Стант Вернинга. Вернинга, да, но шейкера тут рядышком не оказалось в данный момент. Так, ну и Алхимик. Алхимик уже восьмого уровня, третий... Сейчас включаем мультитвич. Ребят, вы не сможете этого увидеть, то, что происходит у Нотера, потому что он не комментирует игру, он просто сидит здесь. Да, он... В лаунш-зоне. Да, это будет только у нас. Скоро на Ютубе появится, да. Увидите, опять-таки, рейдж-кастинг. На этот раз не рейдж-кастинг, а просто рейд. Просто рейдж. Рейдж, да. Позовите Нотейла третьим, пишет 1х. Он, кстати, предлагал, он предлагал, говорит, давай я камерой пороколожу. Говорю, не, спасибо. Не, ну как раз вот Йохан может описывать более-менее эмоционально то, что происходит на экране. Да, 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 да. И, в принципе, их пофиг, на каком языке абсолютно. Да, да, да. Он там и так залетает, как он орёт. Так, ну что же, Муши. Муши у нас, кстати, Меку, а время Кузинти Мидас пармит. У него этот самый Мидас появится. Так, тут шейкер просто фиссуру раскидывает налево и направо. Но у него уже Аркан Буци есть, так что может себе позволить такое здоровое удовольствие. У нас Смигма более есть. Опять ты напоминаешь мне, что она есть. Да, да, да. Ну как раз десятая минута, вот да. Хорошо, я засекаю. Если что, я буду тебе напоминать, что она есть. Бэтрайдер с даггером у нас к ним временем. Ротики выносят довольно ранний даггер, несмотря на две смерти. Десятая секунда, это то, что надо. Ну и супер под айсит спрейм. Ты посмотри, чем он тут занимается на своих эншентах. Формирует их. Формирует, да. Горят крипы, он очень много опыта получает, очень много денег сейчас получит. Ну четвертый спрей. У него, правда, медальки нету, к сожалению, поэтому не настолько он богат. Ну и так тоже, в принципе, неплохо разваливает. Но это будет мека. Ой-ой-ой, там забежали на эншентов под смоком, под ультом. Дой чалк, ой. Но нечем летать, просто нечем летать. Супер, она ходит, это минус. Блэкхол, грейп, хорошо. Но супер не переживет все равно. И фестурица какая-то! Супер, да ладно! Ская инар, да ладно! Боже, на развороте! Ну, застань хоть кого-то! Кого-то застань! Он затынаился! Боже, ты мой, бочка, Бетраида. И посмотри, и сейчас проблемы могут быть у ММА, потому что у Бетраида его начинает наваливать. Ну-ка, еще пару тычек. Еще отличная фиссура, боже мой, что вытворяет вообще этот шейкер? Он просто какой-то неудержимый. Еще одной подачи, не хватает будет я через секунду. Да, это минус Муши. Не-не-не-не-не, там были стики были. Там были стики. Нужно тычечку, тычечку, тычечку! Муши дерется. Муши дерется. Да ладно, слоу-граунда бис был, шейкер! Живи! Живи! О, шейкер ультанул! Хорошо! Хорошо, шейкер улья убегает. Но тут уже дум пошел на перерез. Лан-М. Сул-ринг и... Собственно, айдолончиков. Ему не стал прыгать, лол. Где, что, какой даггер? Там, ну, я имею в виду... А ему, походу, ночью только-только прилетел этот даггер. Медведь, кстати, все это время фармит. Да, Мишка просто фармит. Так, это забавно наблюдать за реакцией профессиональных игроков, которые там сидят сейчас буквально через одну такую небольшую перегородку. Да, у них 10-секундный дилей, я, собственно, как и у вас, в принципе, на Твиче. Ну, вы знаете, что, ну, приблизительно, сколько там сигнал идет от сервера к вам. То есть, там, ну, приблизительно, там есть 10 секунд. Не совсем там в лаве вы слышите, так же и они не совсем в лаве слышат, поэтому их там лагает иногда. Говорят, надо просто на NoTail'а повесить GoPro, и пусть камера снимает. Вот прям перед ним, да-да-да, знаешь, вытянутая такая хреновина. Да, и просто его вот сюда в нижний угол экрана, там, вместо миникарты, его реакции просто, чтобы наблюдать. Это как, этот, сурдоперевод, такая девочка в углу, а будет NoTail'а. Are you kidding me? Да уж. Ну, там, тем временем, Меканзм появляется у Супера. Кстати, по Нетворсу Сайлар топ-1, топ-2 Супер, а дальше три игрока команды ДК идут, но вот не сильно. Ну, там Бэтрайдер рядышком, то есть он затесался. Да, по Дингам, да все вот 1200 голды ведут ВГ, но 120,5 тысячи икспы. У ВГ лучше дела, и герои лучше, и получается пока лучше, посмотрим, чем это закончится. Так, ну и тут уже Бэтрайдер на миде летает, сейчас с Firefly должен кого-то цеплять. Так, ну тут Tower пытается бить. Вообще, в идеале, конечно, было бы зацепить Бёрнинга, и Бёрнинга охраняет вот как раз ММА. Бёрнинга есть ульт, и убить его до ульта, ну, вряд ли, представляется, возможно. Вот, и я же о чём, то есть убить его можно будет до ульта, в случае, если его поймает в лассо Ротэка, и если завтыкает немножко Shadow Demon. Если получится это сделать, то тогда у ДК будут серьёзные проблемы в тимфайтере. О, Энигма есть в игре. Не-не-не, рано-рано. Ну да, рано, ну просто он купил Мекку, кстати, давал Блэкхол, у него по-прежнему 0-0-0 стата. Помнишь, как этот был котл у нас на отбор? Котёл, да, 0-0-0. Он 0-0-0 закончил игру. Проиграв её, но это, я вообще не знаю, как это возможно. Или выиграв. Проиграл, выиграв. А, выиграл, то есть? 0-0-0. Фантастика. Так, медлеть. Бёрнинг прыгает, получает тут же стан. Бёрнинг получает тут же проблемы огромные. Бёрнинг, надо его выхилять, чтобы он успел ультануть. Бёрнинг! Спрятали его. Подсейвил его Shadow Demon. Очень вовремя, кстати, подсейвил. И Бёрнинг рассыпается на Бримастерию. А ты вот он, Блэкхол. Есть раз. Финрир, стрела, минус 2. Погоня от Бёрнинга дальше. Там Ротэкей горит. И ты просто... А Даггер есть. Да, уходит Бёрнинг с Даггера. Но и тут у нас ММА. И за ММА идёт погоня. Второй уже заряд на опалма. В Медведя залетает. И отличная фиссура! Залетает, но в кулдауне находится бочка. Бёрнинг, а что ты тут делаешь, братюнь? А, он с Даггером и с Ригеном. Всё нормально. Может, в принципе, делать всё, что захочет. Ну, огромное количество было потрачено сейчас Бабулесов, ребятами из ВГ. Да, там было 2 фрага в ноль сделано. И был сделан байбэк от Супера. Что, в принципе, на ранних лвлах не очень приятно. Ну что же, Т2 тавр в миде. Ну, кстати, игра намного веселее. Игра намного забавнее, чем была игра прошлая. Да, ну смотри, подходят ребята из ВЧ-гибинг сейчас по миду. Айс, айс, айс! Опять подсейф от ему Майя. Там Ланэм, тут же Муши Ланэм. Блэкхолла у него нету Ланэм. Дуё за Этмеку убегает. Проблема у Ротикея. Добейте его кто-то. Есть Грейп. Ротикея жив. Его похилили, урну повесили. ДК очень четко друг друга сейвят. Но тут Файя убили. Бурнинг. Нужно уходить сейчас, супером. Бурнинг идет в атаку. Нет, не идет. Да, все, ДК начинает. Все-таки видно, что у ДК немножко получше. Как-нибудь. ДК просто понимает, когда нужно драться, когда нельзя. Тут у Шейкера ульты не было. Если бы была ультимативная способность, он бы, конечно, просто перевернул всю эту драку с ног на голову. И не было лассо у Ротика. Зачем нужно вообще идти воевать, если у вас нету двух основных ультов? I don't know. Вот именно. Я думаю, что ребята из ВГ сейчас задают себе тот же вопрос. Мол, какого черта мы туда вообще полезли, если у нас ни черта не было? Да, тут действительно немножко не ясно. Ну и продолжаем смотреть. Ну вот мы идем по деньгам уже впереди, ДК. По экспе... Ой-ой-ой. По экспе не за постоянных 4 минуты. Отыграли более 4,5 тысячи. Да, ну что же, интересно. Да, вообще у нас игра получается весьма любопытная. Вроде как фрагов и не супер много. 8-9 на 17-й минуте. Но тем не менее, игра нереально динамичная. На данный, по крайней мере, момент. И, слушай, очень важный момент, то, что у Сайлора сейчас появляется Радианс. Да, Сайлор? Да, довольно ранее. 16-ая минута. Нет, ну это не Радианс. Пока Сакрит, но Радианс будет на 18-ой. В смысле, какой Сакрит? У него полторы пищи на руках. А, это уже Радианс. Ну, надбет. Это, кстати, серьезно. Это очень серьезно. Хорошая заявочка. Все вот эти блинки и прочие вот это ерес. Сейчас драться станет чуть-чуть посложнее ребятам из ДК. Там намного сложнее. Но они в смоке сейчас готовы нападать. Ну и куда они пойдут? Если на линию, то... Просто разминулись сейчас. Абсолютно зеркально действуют коллективы. Да, и просто идут забирать вышки. Просто идут сносить товара. Тир-1. Там, видимо, Ланэм здесь заныкался. Разломали просто. Нету ничего. Ну, думаю, а вдруг кто-то прячется? В итоге Т-1, она с нижней линии забрали. На топе пока. Т-1 стоит. И, может быть, даже будут дефить, парни. Ну, в теории могут попробовать задефать. Просто нужен хороший врыв от Энигмы. А Энигма без БКБ ей сложно будет зайти вот таким пацанам в гости. Шейкер где-то должен с фланга сейчас гулять. А, Шейкер, посмотри, у Шейкера уже 1600 золота. Если до даггера остаётся совсем чуть-чуть, если проведёт одну успешную драку или хотя бы не умрёт, то в следующем бою уже будет. Будет быть даггерой. Да, к 20-й минуте будет даггер, и мы знаем. В принципе, и так Фай неплохо отыгрывает, а с даггером это будет... Ну, очень опасный товарищ будет. Да, согласен. Так, ну и перемещение от ДК. Пошли они защищать свою вышку наверху, и в мидл улетает у нас Фай. Фай, видимо, ему дали задачу, сейчас дали задание, дофармить себе на даггер, потому что вот действует таким образом. Сейчас пойдёт ещё тотем. Эть, по двум крепочкам. Всё очень чётко. Главное сейчас не отъехать, когда ты вот так пошёл фармить. Да, когда у тебя 1950 или 2000, там и так далее. Да-да-да. Это очень важный момент. И причём он сейчас может отъехать. От сма подходит уже. Просто Файу сложнее погибнуть здесь, потому что Бэтрайдер играет за него. То есть никто на него вот так не прыгнет. Неожиданно. И вот, например, как на Айсайсайса на топе. Ну, Айсайсайса должны добивать. В принципе, если Шидоу Демон будет рядом, Шидоу Демон не рядом. О, есть Хилл! Есть Мека! Ультуит Бёрнинг побежал. Будет цеплять Финрира. Сейчас будет цеплять, да. Это минус Финрира. Финрир точно умер. А вот, да, остальные поуходили. Ну, такое, такое себе скажу. Ультимейт Бёрнинга разменять на 300. Ну, тут всё надо просто усмотреть кулдауны. 120 секунд там, кулдаун 90 секунд здесь. То есть разница там в 30-очку, это не так много. Полминуты. В любом случае, ни одни, ни другие начинать тимфайт. Хотя мы видели, что ВГ могут начинать тимфайт без лассо. Но мы также видели, чем это обычно заканчивается. Так, и Фуай. Не хватает чуть-чуть. Да-а-а-а! Давай ещё вот этого! Хорош! Купить, купить, купить! Ножик, ножик, ножик. Выбирает магазинчик. Я прям вижу, вижу, как он выбирает магазин. Набирает блинг, даггер. Нет, нет. Тревела. Да, тревела. Комплект с карканом. Наконец-то. Ну всё, шейкер с даггером. Шейкер с почти девятым уровнем. Не так критично, девятый или восьмой. Там только авторшок чуть-чуть улучшится, скорее всего. И с ножом. Блин, да это же вообще жесть. Сейчас можно так хорошо замес провести. Ну там тоже, в принципе, готовы ребята. Потому что там у Лан Эмма скоро будет БКБ. Который сбивать можно, в принципе. Нет, нельзя. Нечем сбивать там БКБ. Да, БКБ сбивать здесь нечем. И это, конечно, очень приятно. Не, ну можно типа корнями, но... Ну а как зайдёт Медведь? Это сзади как-то отбегает. Ну короче, тут невероятное должно произойти. Айса опять выиграли. Ну и вот, Лан Эм, Лан Эм, шанс для тебя. Лан Эмушка, Лан Эмушка не может зайти. Даёт Мекку издалека. Медведя как-то там убивают. Живо. Айса Айс по-прежнему... Медведя сейчас могут убить. Медведя могут убить. Реально могут убить. Мишка успевает убежать. И отделались с лёгким испугом сейчас парни из DK. Решили, что не стоит давать. Слушай, а пацаны-то из Вич и Гейминг действительно классно сделали. Они ворвались чётко по таймингу. И вот эти вот 30 секунд разницы между ультами Бёрнинга и Бэтрайдера, они сейчас реально решают. Потому что Бёрнинг до сих пор с кулдауном. Вот две, одна и всё, есть ульта. Можно драться. Забирать вышку. А Роу, я думал, сейчас либо Супер, либо Сайлор поймает. Ну, поразбегались, ребята. Ну, если просто залетит Бёрнинг, то хотя бы будет кому отвлекать внимание и сразу туда будет заскакивать Лан Эмм со своим Блэкхоллом. Без Блэкхолла не хочет. Ну, по баблу всё ровненько. По XP ДК продолжает выигрывать. Ну, потому что Вич и Гейминг начали тусить по одному. И единственное, кто фармил, это был Шекер. Да, что у нас здесь есть. По деньгам, по деньгам мы видим, что всё очень ровно. По опыту немножко ведут ДК. И давайте посмотрим, что у нас по лейту получается. В лейте, в теории, у нас что есть? У нас есть Медовый Алхимик, который такой полу-керри пока что билд через Мекку играет. Есть, естественно, Сайлор. И вот это главная проблема. Потому что Медведь очень сильный керри-герой. 12 слотов, как никак. Да. Фармить нужно много, но если дело дойдёт именно до фарма, то Сайлор может разойтись не на шутку. Дэм. Сайлор покупает себе, кстати, Клаку для того, чтобы было сложнее пробивать, так как там много магии у ребят из ДК. Так, а муж у нас что, Линкинс первый решил себе притарить? Да, чёрт его знает, но это будет слишком как-то. Ну да, а что же ещё? Ну, типа Линка... Ну да, Линка, Бэтрайдер всё-таки есть. Можно Линку и на себя повесить, и на Айсайсайса попробовать повесить. Айсайсайс собирает себе Блэккинг Бар. Единственное, что мы хорошенько слышали за последние пару минут, это этот крик Дазла. Напали на Муши, Муши в тавернюшу. Муши в тавернюшу, да. Ну, без шанса её тут развалили ему это лицо. И нету Муши. Был Муши, не стало. Да, и я бы хотел сказать, что пику команды ДК сильнее в лейте, но нет. Мне кажется, Витч и Гейминг должны будут убивать с такими мощными героями, как Бэтрайдер, Алхимик и Лондроид. И учитывая то, как хорошо начал Шейкер. У него уже 10 уровень. 2-2-5 статистика. Так, ну и что у нас тут есть? У нас есть 9-го левел Шаду Демона, 11-й Нигман. 2-й Бэкхолл и БКБ. Да, и БКБ. Главное, это БКБ-шичка. Ну, и теперь надо войти в драку, и мы понимаем, что Энигма всё это время будет жить. Не будет её выжигать товарищ Медведь. Так что надо, надо ворваться и начать драку. Вот она, вот она драка, вот она возможность. Смотрим на врыв. Итак, Витч и Гейминг. И готовы, в принципе, уже вбегать. Прыгает Бёрнинг, ультует. Сейчас должен кипиш он создавать. Надо застанет. А если Сайз врывается в толпу, должен он поджигать кого-то. Поджигает. Вот она Энигма, Энигма, Энигма. Не знает, куда ставить Блоколл. Нет смысла. Без Алхимика, а без Алхимика драться так же нет смысла. Сейчас будут пытаться догнать Фенрира и прочих людей. Ах, Фиссурка отличная от ЕСа. Спасает уходящего Фенрира. И спасается сам Шейкер. Просто невероятная игра от ЕСа. В этом матче потрясающий. Я не знаю, как это ещё можно назвать. Вот как это можно назвать? То, что вытворяет вообще Шейкер. Ну, красавчик просто. Действительно, красавчик. Хорошее владение Фиссурой. Вот так. У нас есть владение мячом в футболе. Это владение Фиссурой. Действительно, очень неплохо. Скажу я вам. Ну, тоже продолжаем смотреть. С вами Смоук. Смоук от Вич и Гейминга. Ну, я не знаю, что там... А что они знают? Там нет у Льта у Бернинга, что там есть Блэк Холк. Ай, он тут загулял. Бернинг его убили. Хотя... Ну да, остался в чужом лесу немножко пофармить. И за это был наказан в жестокой форме. Немножко времени, правда, появляется у Муши сейчас. Для того, чтобы подкушать крипочка. Собрать все Льнген Сферу. Да, да, собрать Льнген Сферу. Ему просто Бернинг сказал. Слушай, я тут на этом, если я соберу Льнген Сферу, меня Каспер вообще не поймёт. Он тут рядом пойдёт, мне сейчас вас даст. Собери хотя бы ты. Да, будешь ты меня вешать. Я тебе говорю, что шутки шутками, ведь так и есть. Так оно есть, да. Он просто, ему же аганим надо первым айтемом собрать, правильно? Так что Льнген Сферу пока не вписывается. Вот и всё. Тауэр снизу. Медведь сгрызает без проблем. Огромный стратегический запас по товарам, кстати, имеется у команды ДК по сравнению с Вичигеймингом. Это, конечно, круто, но по деньгам они могут начать проигрывать резко. Но нет, по деньгам всё ещё окей. Они впереди, да. И по XP они очень впереди. Учитывая, что есть запас, мы понимаем, что действительно герои у них сейчас впакованы намного лучше и запас по деньгам имеется, что самое главное. Да, но там по-прежнему есть Медведь. Медведь, у которого уже готова Кираса, на самом деле. Ну, через 300 золота будет готова Кираса. Ну и... 1X пишет, Медведь выиграет, приятного просмотра. Ну, я бы так не сказал. Ну, просто знаю команду ДК. Если они сейчас остановятся, хотя бы на, не знаю, 10-15 минут, то предсказание 1X может сбыться. Может быть. Ну что, побежали, ребята. Берлинг, пока снизу. Есть у него уже ультимейт. В принципе, можно. Вопрос в том, что будет делать сейчас ВГ. Остался 1-2 тауэр на топе. Понятное дело, что надо его забрать. Топ надо пропушить. То есть, ещё довольно много времени. Ну, посмотрим. Такс, да. Что тут у нас? У нас тут Фенрир. Фенрир 9-го урона. Где там Шейкер? Шейкер 11-го уже есть? Да, есть уже 11-го ЕСа. Культа у него становится теперь помощнее. И появляется Аганим у Бёрнинга. Да, и у Бёрнинга есть ещё ДТшечка. Он в леса отпрыгнул, пармил. Ну всё, и Ленка готова уже у Муши. Осталось только принести. Вроде как появляются артефакты. Опять же, дополненные у ребят из ДК. В свою очередь. Витч и Гивинг тоже времени зря не теряют. В процессе у Ротики и Блэк Кинг Бар. Ну, БКБ, конечно, крутая штука. И всё такое. А там же Блэк Холл. С Блэк Холлом надо будет как-то воевать. Это уже, я даже не знаю, нападать первыми разве что. Ну, типа да. Или как-то вот, не знаю, там, монсовать. Мне интересно, главное будет ли собирать Даггер. Ну, покупать Даггер. Да, должен, наверное, покупать, потому что не хватает внезапности. И Дума не особо хорошо видно. Вот если вспомнить матч между командами Na'Vi и Na'Vi, там Дум был ключевым персонажем. То есть всё зависело от того, кого он задизейблит. И, собственно, к чему это потом приведёт. Здесь, да, здесь он дизейблит кого-то одного. Обычно, вот, в прошлый раз он ворвался, там уже, блин, дизейблить было некого. Там, одного уже убили. Какой-то бэтрайдер, ну, чёрт его знает. Ну, посмотрим, посмотрим. Там смоук от ДК. Ну, и это такой байт в миде на Муши, что ли. Ну, Муши не особо тоже нагло. Ну, поймали у нас Сайлора. И испепелили его здесь. Хотя, хотя, ну, Сайлора, да, испепелили. Шекер даёт стан. Погоня. Погоня довольно серьёзная. Зря Брюмастер юзал ультимейт. Надо, конечно, его догонять. Ой-ой-ой-ой, там Даззл на полстолба только что залетела подача. Минус Даззл. Шекер будет донайить. Нет, не будет донайить. Хорошо. Ну, и два фрага. Два фрага делают ДК. Можно забрать Т1. Можно даже пойти сразу на Т2. По-прежнему унивый Блекхоль. Да, ну, маны, конечно, не хватает. А вот появляется даггер. Окей. О, боже мой, что это было? Там Нотейла очень хорошо. Кто-то делает очень хорошо Нотейла? В смысле, наверное, делает очень хорошо. Кстати, у Бернинга хорошо отметили у нас в чате на 30-й минуте вкуленный тангус. В инвентаре просто. Ну, нормально, что? А вдруг? А вдруг придётся убегать? И придётся тангусиком проедать себе проход? Да, 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 закроет, надо будет. Вот. Всё, а вы думаете? Всё рассчитано. А вы вот это начинаете тут. Ничего в этой жизни. Ну, у него же линки просто нету, поэтому слот свободный остался. Надо чем-то занять его. Ну что ж, Бернинг. Так, ну, игра по-прежнему у нас стоит. ДК, правда, начинает наращивать преимущество по денежкам, но Силлабера пока ещё не обогнали. Что там у Силлабера? У него 1000 голды и всё. Ну, в смысле, Кираса и Радик, это понятно, что они у него есть. Но кроме этих артехактов, больше ничего не появлялось. Так, Бетрайдер прыгает, цепляет Ланема. Ланем, у него есть БКБ, напомним. Ланем, Ланем, Ланем. Прячет его. Ланем есть Мека, есть БКБ. Ланем, вот на Мека. Вот на БКБ. Ланем не знает, в кого ставит Black Hole. И, наверное, не будет он его ставить просто. Да, он умирает. Он уже там что-то замахивался делать. Но он понял, что нет смысла, потому что всё равно никому дамажить здесь. Там Айсайсайс получает корни с первого удара и также отправляется в таверну. Ну, это же минус 3 от Вич и Гейминг в разме на одного Бэтрайдера. Ну, который и так по дефолту обычно погибает. Так что, по сути, драка выигранная в салат. Райдентами. Ну, и почему они проиграли? Наверное, потому что не было бёрнинга в бою. Наверное. Примастер там сейчас на топе, пока крипов фармит. Ну, тут ватавр на топе последний остался. Да, без бёрнинга. Когда нападают не ДК, даётся им очень-очень сложно. То есть надо, чтобы нападали именно они. Ну, Алхимик, ничего нового после Мекки и БКБ. У него нет 2 300. У Медведя появилась Кираса. Так, бёрнинг. И Денай. Неплохо, неплохо. Не дал Медведю пожить. Потому что муж и тусуется здесь возле своей базы. Так, тусуется. Курица. Что, курицу забрали? Да, да. Просто она возвращалась. Она кому-то что-то принесла. Ну, кстати, пустая была. Шейкеру, наверное, вставку изердрай. Да, потому что она возвращалась домой. И, собственно, муж её подождал. В лесу. Шейкер что будет собирать? Вот если это форстап, это, конечно, забавно. Но я не знаю, на сколько это место. Ну, блин, вариантов так же, как и у Санкинга. Можно собрать себе... Вейл может собрать себе Аганим. Можно много чего себе собрать. Да, ты с одной стороны понимаешь, что у противника есть БКБ у двух игроков. А с другой стороны, если ты ворвёшься, то ты уничтожишь всё. Просто пыль одна останется на том месте, где был ЕС. Менеджер команды ЕГЭ уснул во время комментирования этого матча. Тупо конкретно во время комментирования он просто уснул. Ну, это напоминает, как мы с Митяем комментили один на один турнир. Да. На Интернешнл в прошлом году. Да, это было что-то там. Мы тоже с ним по очереди спали во время игры. Ну, это прям шикарно. Но тут, я не понимаю, тут, в принципе, довольно весёлая игра. Да, тут вроде бы ничего особо скучного нет. Правда, вот сейчас команды начали немножко страдать фигнёй. Если вот был последний замес, там, где победили ребята из Вич Гейминг, ДК сейчас понимает, что, типа, блин, нам надо бы ещё подфармить, нам нужно бы подсобрать, бы ещё бы артефактов, бы слишком много бы. И они сейчас будут заниматься этим минут сорок. А там медведь, у которого слотов тупо больше. Который будет набирать оборотов с нереальной скоростью. Даже дело не в скорости. Дело в том, что обычно как происходит с керри? Вы уходите в глубокий лейт, доходит дело до шестидесятой минуты. Чувак собирает шесть слотов, и всё. И копит бабки на байбэк. Этот чувак не собирает шесть слотов, он собирает ещё шесть слотов. Да. То есть вы, по сути, потом будете драться против двух героев одновременно. С двумя супергероями. Да, то есть получается тогда семь на... Ну, не семь на шесть. Получается тогда шесть на пять. И это серьёзная проблема. Ну, что же муши продолжает пармить. Муши тонут надежды на... На именно на ДПС. ДПС, которого пока нету. ДПС, который пока... Которому нет куда появляться, так как айтемов на дэмэдж... Ну, по деньгам по-прежнему, кстати, ДК впереди. По XP впереди. Ну, были уже десять тысяч, остались пять. Да. Да, ну, там всё весьма шатко. Ну, посмотрим. Опять-таки, нужен хороший Блэк Холл. И, в принципе, всё, может перевернуть. Кроме хорошего Блэк Холла, нужен хороший дэмэдж в Блэк Холл. Да. Ну, там Патма расстреляет, в принципе, с Думом, если... Да, эти ребята могут. Посмотрим, посмотрим. Да, там Старшторм, Клэп, что там ещё есть, пару стаков яда, огонь. Ну, по сути, да, по сути, есть чем наносить дамагу в Блэк Холл. Ну, вот Сайлар собирает себе в Манки Кинг Бар, насколько я понимаю. Да, чтоб на мишку не кидали всякие пивасы. Чтоб хорошо попадать по Блэк Холлу. Чтоб сбивать инеги в Блэк Холлы. Ха-ха-ха. Ну, это уже из разряда невероятных вещей. Да, тут будет не так просто всё это провернуть, скажем так. Ну, что? ДК стушевали в своём лесу. Особо куда-то бежать они не хотят. Или не могут. Или не надо им. Кому? ДК? Ну, ДК как раз надо бы попытаться сейчас подраться. Хорошо, я уже говорил почему. Потому что Медведь-то будет фармить больше, лучше. Быстрее, выше, сильнее. Как мы сегодня уже выяснили. И там ещё Алхимик, вроде как, прикольный лейт-герой. Правда, Алхимик не понимает, что он лейт-герой и собирает всякую хрень. Ну, типа, Саша-Яша на Алхимике. Потрясающий артефакт. Вот реально лучший артефакт на планете. Просто ходишь и замедляешь их, и замедляешь, и замедляешь. Мне кажется, этот айтем надо просто забанить вообще в доте. Может, он хочет просто проиграть, да и всё. Может, они, ну, может, кто-то знает. Ну, чё ты, вдруг они... Смотри, смотри, смотри. Ланэм на дайгере ворвался, заставил Супера прожать БКБ и убежал. Всё. А Ланэм-то потратил дайгер, на котором даже монокос-то нет. Ну, да, нормально. Зато БКБ уже не 9-8 секундная. И кулдаун на неё пошёл. Можно драться на Рошане. Нужно драться на Рошане. У вас же Энигма. Пацаки на моциках. Парабы, парабы. Ну, пусть это Энигма. Блин, откуда берётся столько людей в такое время? Ты мне можешь сказать, откуда она столько смотрит? По стриме, конечно. А сколько она смотрит? Тысяч двадцать? Ну, тысяч двадцать пять, я бы сказал. Ого, добрый ночи. Да, привет всем, люди. Добрый ночи. Ждут Na'Vi. Напомним, следующая игра Na'Vi. Так, следующая. У нас ещё одна карта. Это может быть, если ДК будут продолжать так же катать. Да, так что после игры ДК Вичи Гейминг нас ждёт матч Na'Vi EG. Я так понимаю, это же будет утро в воскресенье для вас. Выпас, ну, хотя у вас уже утро в воскресенье. То есть пять утра там или сколько, даже я не знаю. Так, оно и есть. Так, я придумал. Энигме нужен аганим. Думаешь? Да. И что будет? В смысле, будет много демеджа. А там как раз такие герои жирные, типа медведы. Она его и так этот ультимейт не ставит, а типа с аганимом ставить начнёт, да? Ну, будет хотя бы намёк на то, что его нужно ставить. Хорошо. Я понял, не верю, что мне нифига. Нет. Я забыл, что у меня есть тоже вордфлог в Киеве полпятого. Доброе утро, Киев. Доброе утро, Москва. Идите спать. Не, я шучу, конечно. Какой спать? Воскресенье. На работу не надо. В школу не надо. Потому что лето. А то люди проснутся в понедельник, пойдут в школу. Приходят, а там лето. Такие, о-ху-ху-ху. У меня была забавная история, когда я пришёл в школу, а был выходной. Не один раз. У меня абсолютно точно так же не один раз было. Да, я пришёл, у меня охранник говорит, типа, братюнь, ты вообще с дуба рухнул? Я говорю, в смысле? Я в школу пришёл. Он говорит, ну чё ж ты, сегодня суббота. Я, типа, в смысле? А, окей. Он говорит, ну вот, в прямом смысле сегодня суббота, говорит, типа, закрытая школа. Ну, я развернулся, пошёл обратно. Пойду потусовать. Да. Тусоваться тогда было прикольно. Естественно, пошёл в компьютерный клуб через дорогу. Конечно же. Это классика жанра. Поиграл там в Unreal Tournament или что там, я не знаю. Мы в KS'ик 1.4 тогда гоняли. 1.3 у меня был в 8-м классе, в 9-м, это 2000-й год, 1.3. Я уже не помню, в каком классе. 1.1 был в 2000-м. Не, ну я его помню, но я в него особо тогда ещё не играл, это было тогда не слишком модно. Тогда были турниры, DeadStack, Италия, CES Militia, блин. Не, ну ацтек это вообще жесть. С соложниками, Militia. Фу, вообще, ненавижу Militia. Осиденная, это чё. Очень-очень хорошая. CBBL, вот это была потрясающая карта. Ну, это ж фактически этот, её ж, ну, Сибу Бол сейчас же переделали, Кобл, и он же сейчас по-другому называется, ну, типа. Которое в ГО ты имеешь в виду? Да, да. Ну, я, кстати, в ГО новые карты ещё вообще не изучал, поэтому не знаю, чё там происходит. Ну, Тускан скоро добавят. А? Тускан скоро добавят. Вот, за Тусканом я соскучился. За Тускан крутая карта, мне очень нравится. Не-е-е. Так, Arrow по алхимику. Алхимик взял ДД, взял Arrow. Ланем, Ланема опять увезли. Ланем, спрятали Ланема. Ланем, очень хорошая позиция для Ланема, чтобы дать Black Hole. Ланем. Ланем. Ланема, отличный Black Hole от Ланема. Бёрнинг прыгает. Минус один, минус два, минус три. Муши! И FY тоже погибает от Дума. Это минус четыре от GK. Вот и всё. И стоит этот медведь со своими слотами. И думает, и шо? Да, примерно так и думает. И на медведя нападают, медведя убивают, 300 голдишка получают. Ну и новый Мишка вроде бы побежал сейчас пушить. Теперь уже топ, но точнее отпушивать. Но драка была просто в пламину в пользу команды Дикий. И они сейчас после этого... Да, вот смотри графики. На графиках была буквально там тысяча голды разницы. И сейчас, через минуту, это будет просто мрак. Там будет около, наверное, 80 тысяч. По XP будет, наверное, 12. По XP там будет просто ужас. Посмотри на опыт, он уже просчитался. Это просто жесть. Деньги тоже посчитало. Там около пяти кусков заработали за одно сражение. Ну и сейчас же еще заработают пока остальные в тавернах. То есть еще деньги идут. Беда, беда. Что я вам скажу, беда. Да, ну тут, конечно, опять-таки Бетрайдер затянул Ланэм. Затянул его очень-очень-очень далеко. Смотри, что делает Ланэм. А что он делает? Он... А, то есть... Ну ладно, ладно. Я хотел было пошутить про то, что он теперь не будет давать целых два блэкхола, но вообще блэкхолы у него были весьма качественные. Ну, маны ему хватит. Нет, маны там будет примерно хватать. Если он соберет себе что-то, ну типа аркан бутсов, то с маной проблем вообще не будет. Да, аркан тапки в любом случае у него будет хватать. У него будет 300, сколько, 375, 450, 450, но аркан тапки надо, то есть... Мекку не сможет. Да, если он даст хороших два блэкхола, то мека в принципе не понадобится. Суть в том, что в драке он редко будет давать два блэкхола. В драке он обычно будет давать один. Это просто для того, чтобы блэкхол был всегда. Возможно и так. И у него фактически будет всегда блэкхол. Ну да, да, да. Для Немо. Добирает, добирает. Там просто 7500, XPA14, да. И похоже Вичи Гейминг все-таки... Ну не будем забывать, что там еще рефрешер вроде как статус добавляет. С маленьким дилеем, но отправляется в Узерад. Вчера они должны были еще в Узерад отправиться, отправиться. Да, там рефрешер еще тоже добавляет вроде немного, всего 6 интеллекта, но это там 90 маны. Или что-то типа того. Да, почти, ладно. 78 или что-то типа того. Вроде мелочь, а этого порой не хватает. Порой и 5 маны не хватает. Так, яс, яс, яс. На топе у нас там подфармливает. А еще и реген. Пока он кастует блэкхол, он еще соточку на регенит. А? Изи вообще. Вот смотри, с рефрешером. Да, у него 10 маны регенов в секунду. То есть он пока кастует блэкхол, регенит себе еще 40 маны. А что ты, парися, все будет хорошо. Чтобы вот это начали... Я просто, мне интересно вот. Хватит ли? Да не хватит. Да, да, да. Все равно не хватит. В смысле не хватит? Ну, учитывая, что он чуть-чуть на липай заранее даст. Ну, короче. Ну, да, хватит, хватит. Короче, если ничего кроме двух блэкхол не будет давать, ему хватит. Да, по идее должно. Но нужны все равно арканы. Да, нужны арканы, это факт. БКБ купил медведь зачем-то. Кстати, потрясающее приобретение. Оно вообще нахрен не надо. Я тоже не понимаю, зачем оно нужно. Ну, действительно, нафига оно? Что это? Чем? Ну, типа, чтобы не летать в ветрах, возможно. Ну, все, короче, пиши пропало. Да, тут я, короче, левал бы уже из игры, и тут нечего уже даже доигрывать. Я шучу, конечно, но... Я не шучу, это вряд ли нечего доигрывать. Дум прыгает, дает сейчас две ульты, там, одну в Шейкера, другую в Даззла, и все, игра заканчивается. Ну, ладно, Шейкер, Даззл, они всегда сзади находятся. Да пофиг на кого, ты просто даешь два Дума, и игра заканчивается, заканчивается драка. Потому что там подходит Энигма, вот эту раму врубает свою, и такая... Энигма. Ты думаешь, что с ней делать? Разводит она меня или нет? Это же не Зая, это Зая у нас разводила на Энигме. Любитель раму включить и побежать вперед с кулдауном еще в полторы минуты на Блэкхоле. Ну нет, получается пугать людей? Да. Айс. Айс. Снизу. Вместе мы видим... Там же смогут битрайдера найти, вот в чем дело. Смотри. И почти нашли. Лол. Оставил мы варк? Да-да-да, видят, видят битрайдера. Знают, что он находится где-то там. Конечно. Ну и Бёрнинг у нас снизу. Бёрнинг 3 800. Он уже насобирал денег. Так, и вышка Тир 2 будет падать. Ну что, не собираются драться за эту вышку Вич Гейминг? Хотят отбиваться только на хайграунде? Ну вот, ДК на хайграунд еще не пойдут. Ну хотя у них есть Аэгис у Бримастера, и в принципе ничего им не мешает пойти, собственно, на хайграунд. А Эггис... Думаю, должен сейчас прыгать просто в Бёрнинг. Да, да, но хайграунд еще один из Аэгис, поэтому ты прав, ты прав, должны прыгать. У Бёрнинга еще 4 с половиной тысячи денег есть. Но по сути ему особо нечего пока приобретать из вот таких крутых айтемов. Да, нечего. Тоже радиансы. Да. А что будет радианс? Да-да, или тоже рэфрэш. Какие-нибудь три рэфрэша? Давай, мужик, не, надо собирать Шиву. Ну Шива тоже ок. Так, чё там? Оно интересно сейчас зайдет, кто-то из ДК. Или это Кираса, или это Шива. Нет, Кирас, Кирас, Кирас. Куда они пошли? Куда идут эти ДК? Они начинают играть, как любят играть ДК. Это, конечно, странно звучит, что ДК играют как ДК, но ведь это действительно так. То есть играет медленно. Ну, это приносит результат. Мы не можем на них наезжать. Не, мы можем. Можем, потому что это приносит свои результаты. Вот они выиграли за одну драку 6 тысяч, и все, и эти 6 тысяч так и стоят. По опыту они выиграли 8 тысяч опыта. Вот так эти 8 тысяч опыта и стоят. А там глаз появился. Ужите, посмотри, какой четкий прям обвод только что был от Муши. Если бы он еще так же ульты хорошо давал на Клапе, цены бы ему не было. Вообще беспалевный. Просто этот Муши, это просто забей. Это просто взять, замедосировать. Денег же не хватает. Чувак. Ну, мигают, что надо бы туда вардец воткнуть. Мигает Дазл. Или мигает, что пацаны, я сейчас пойду вард поставлю. Обычно с этого начинаются все веселые истории у суппортов. Шел я как-то ставить вард. Да, 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 да. В чужой лес на хайграунд. Да, да, да. Думаю, но надо же тыкнуть вард просто. Это же обязательно. И отступает ДК. Все, вот это так и будет продолжаться. Медведь будет фармить 12 слотов. ДК будут ждать. Причем, я не говорю, что ДК проиграют. Да, ДК будет ждать 2-го пришествия. Но это будет очень долго. Вот в чем дело. Это единственное, что начинает немного раздражать рядового зрителя. Такого, как я, например. Да, согласен. Надо катки катать быстро, а не вот это вот. Да, поэтому пока тут ничего интересного не происходит. На правах рекламы скажу, что нужно еще 60 голосов на сетике для Слардара, для того, чтобы он набрал 6000 уже апвоутов. А ну бегом. Всего 60 голосов. А ну бегом. Это даже абузом назвать нельзя. Мы сегодня с тобой вообще абузеры. Твиттеры заабузили. Чей? Как наши с тобой. У нас же не хватало до круглых цифр. У тебя сколько? 70, да, ты говоришь? 70, да. У меня уже 30-ка там. Слардарчики 60 голосов по абузе. Ссылку мы там ретвитнули быстро в твиттер. А у меня в ВКонтакте она висит на паблике. Полайкали, а то нос сломаем вам. Че так? А то у вас горит монитор. Да. И ваша мышка заразится мышечным спидом. Так как консольный, только мышечный? Да, есть консольный спид. Есть мышечный спид. Есть еще Squirrel Aids. Но это очень жесткий вид. Смотри, смотри, что происходит. Будут ловить Айса. Айса, поймали. Шаду Демон успевает засейвить. И все. Бегите, глупцы! Шейкер влетел в никуда. Или не влетел. Есть один Doom. Сейчас будет второй от Айса. Вот второй Doom на Шейкера. Одного сберили. Там байбэк. Оооо, Камсумир, говорит Ланэм. Вот он рефреш. Нету маны. Это забей, это ГГ. Да, тут понятно, что ГГ мушит трипл килл. Медведя не отпускает. Видишь, маны не хватает. Ланэм, он бежит, он ждет, пока она генится. Вот зачем бэкабэ было, чтобы медведь прожал и убегал. Ах, вот оно что, Михалыч! Ну, короче, просто в хлам опять слитая драка. Шейкер вообще не ворвался. Шейкер даже ульт не прожал. Мне показалось на секунду, что он залетел, судя по звуку. Но это был просто проказ от Шива с Гуарда всяких и так далее. Шейкер немного облажался в этом моменте игровом. Да, неплохо. Ну, Шейкер облажался, да, но опять-таки его там догнали и, собственно, добили. Понятное дело. То есть догнали, всунули ему дум в лицо. Тут просто SSS красавчик. Действительно, два дума он дал именно туда, куда надо. Энигма тоже дал Блэкхол именно туда, куда надо. Бэтрайдер, правда, сейчас может дать лассо туда, куда надо. Но потратить он его пока... А никуда он его не потратит, потому что Вижена нет. Потому что, потому что он, он, он. Потому что только что погибал. И гема у него, естественно, быть не может. Вот этот Абисалу супер. Короче, просто ребята из ВГ, они даже не могут толком подраться. Им самим нужно напасть. Причем напасть так, чтобы Шадоу Демон не спрятал того, на кого прыгает Бэтрайдер. Это, конечно, сложно сделать, это понятно. Но я знаю, в чем дело. Под Бэтрайдера сразу, сразу должен лететь ЕС. Нет. Если получится у ЕСа увести на себя огонь хотя бы на пару секунд, то получится зафокусить цель, которая сидит там в лассо. Ну, или выберется из лассо в этом момент как раз. Нет, нет, нет. Это все слишком сложно, я понимаю. Да, да. Это столько вообще, столько нюансов. Нет, нет, нет. Это же вам не Сэмми-про. Ну, в прошлой драке Шейкера не было вообще. Так, прикольная штукенция, мне нравится. Аганим Башер. Башер, Башер. Мне Ханни доказывал вчера, что правильно будет Башер. И надо говорить Башер. Первые фоточки с интервью. Да. С интервью Мерлини. Да, да, да. Просто чудесные. Потрясающие фотографии. Просто шикарные фотографии, действительно. Так, ну что, очередная встреча сейчас у нас, скорее всего, будет. Там, кстати, Black Hole есть и Doom есть. Там все есть. Дума! Ой, 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 ой. Бегите, глупцы! БКБшки прожимаются. И очередной Black Hole. Ломи! Как хорошо! ГГ. ГГВП. Даже не стали дожидаться окончания драки. Шейкер так с ультой и дисконнектнулся из игры. Бесполезный шейкер был. В начале F5 был просто гениален. Вот этот ЕС, который мешал абсолютно везде, постоянно везде успевал, но в конце игры от него толку было ноль. Да, абсолютно. То ли он не знает, чем должен заниматься в лейте шейкер. Он не должен фиссуры давать в бою. Он должен залететь и просто шваркнуть. Все. Изи катка. Но не тут-то было. ДК побеждает со счетом 2-0. И проходит уже куда? В гранд-финал? В гранд-финал, да. Завтра B105 гранд-финал. Это единственное, что осталось им отыграть. Этим парнишкам. Ну, я уверен, что отыграют они хорошо. Это же ДК. Сейчас мы с вами посмотрим опять-таки на турнирную табличку. Да, турнирная табличка у нас сейчас должна будет появиться. Ну, а по поводу этого матча можно сказать только одно. Что ДК пока что, не знаю, классом давят. Они реально выглядят на голову выше, чем все остальные. Да, согласен. Кто против них играл. То есть тут как-то совершенно по-другому все выглядит. Естественно, кроме Excalibur. Excalibur их там унизил. Да, Excalibur там вообще просто их просто не знаю, с чем смешал. Нет, вы знаете с чем, но я вам не скажу, с чем он их смешал. С чем-то очень-очень печальным. Так, ну и что там у нас? Сейчас буквально одну секундочку. А, ты пока добавляешь в турнирную табличку? Так вот, да. Чтобы турнирную табличку вам показать. И табличка. 71-й возле нас проходит. Довольный, в принципе. Вот она табличка. И вот они, ДК и Вичи Гейминг. Вичи Гейминг встретится с победителем пары Evil Geniuses и Na'Vi, которые будут играть следующими. Да, да, эта игра нас ждет как раз-таки вот буквально, я думаю, минуты через 40. В лучшем случае, скажем честно. Ну, где-то приблизительно столько времени обычно занимает пересадка. Я думаю, я думаю, вряд ли это будет меньше времени. Егенави. 17.25 я оставил. Это все-таки 19.25 местное время. Но это уже будет очень поздно. По Киеве это будет уже пол шестого, я так понимаю, в Киеве. Это уже наоборот очень рано. В Москве очень рано, да. Ну, я думаю, народу немножечко добавится. Ну, что, услышимся, я думаю, минут через 45. Далеко не уходите. Егэ против Na'Vi. Матч за выход в топ-3. Матч за выход в топ-3. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...